Сейчас, прикиньте, выхожу, сажусь в машину, а у меня передача не включается ни одна, ни передняя, ни задняя. На заглушенной машине я пытаюсь снять передачу, выжимаю сцепление, ничего не происходит. То есть, кулиса не идет никуда. Я сразу, у меня паника, что делать? Потом думаю, дай-ка я попробую, заведу машину на выжатом сцеплении с тормозом, потому что, я не знаю, у меня включена, по идее, вторая, а сзади же машина. Завожу, хоп, передача выскакивает, сейчас все включается. Что это было? Блин, что это такое? Попробовал дернуться с места, все нормально. Что это было? Не, нафиг, надо избавляться. Нафиг, 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 надоело. Каждый раз какая-нибудь фигня. Я не могу даже официально, ну, куда-то в какую-то контору на ней пойти, потому что я не знаю, что завтра еще, что будет. И самое интересное, что на Хавито добавляют в избранное, а толку 0. Вот звонил это тогда товарищ, так и не приехал. Дурдом какой-то, ребята. Дурдом. Поэтому, ребята, я и говорю, что у меня ни одной такой машины не было, вот, которая так меня, вот, я говорю, даже Газель у нас была и то. Уж сами понимаете, Газель это такая машина, что... А здесь вот, ну, ну, просто, я вот даже, я элементарно куда-то поехать, я нервничаю, у меня мандраж. Вот у меня просто реальный мандраж. Как бы что-нибудь, где-нибудь, чего-нибудь. Ну, каждый раз преподносит какие-то сюрпризы. Ну, так быть не должно, я в машине должен быть уверен. Я вот за друга, за своего, когда работал, вот, каждый день я выходил с мандражом. Отработаю я сегодня день или нет? Потому что тоже не хочется людей подставить, надо же товары отправлять, а как я, если не дай бог что? И вот постоянно вот в каком-то нервике, постоянно, я даже лишний раз стараюсь на машине на этой никуда не ездить. Ну, и зачем мне такая машина нужна? И самое интересное, что ведь я вижу некоторые машины такие же, и ведь вижу, что люди ездят каждый день. То ли это мне такая машина попалась, то ли что. Не знаю, вот говорили же мне, вот, ну, ну, что теперь же, что сделано, то сделано, но... Все равно, надо с этим что-то делать, ребята, так, ну, не должно быть. Мне нужна машина уверенная, чтобы я мог сесть, завести и спокойно поехать, зная, что я доеду, что будет все нормально. А не вот так вот сидеть и трястись. Просто, я говорю, это ужас какой-то. Нафиг. Я так думаю, даже если мне, вот, к той сумме, что я сейчас выставил, скажут, еще торг, я отдам. Я лучше потом влезу в кредит или там еще куда-то, или там займу денег и куплю что-то получше, нежели чем... Ну, потому что, ну, ребят, ну, нафиг. Нафиг. Это потому что, ну, невозможно. Это вот постоянно ты едешь... О, зараза такая, идет. Засранец. Вот, вот, знаете, есть люди на планете, да, которых можно простить, еще... Ну, вот, есть люди, которых я вот терпел, вот, ненавижу, вот, пошел, который мне по морде съездил тогда. Я за папу когда заступился. Вот я его терпеть ненавижу, просто ненавижу. Вот я, когда его вижу, у меня аж внутри все переводится. Такая сволочь. Просто это вот, это, это, это... Я не знаю, как еще его назвать. Он что-то уже без пива. Обычно все время с пивом ходит. У него в руке банка пива всегда. У него даже рука уже приняла форму банки пива. И вот он ходит, не знаю, я терпеть не могу его. Фу, аж прям. Вот, поэтому я говорю, надо, нет, нужна машина уверенная, чтобы я мог вот он сесть, завести и уехать. И зная, что я уеду. А постоянно сидеть и трястись, нафиг мне это надо. Нет, не хочу. Скажут, скинут и все. Ну, совсем, конечно, скидывать я не буду. Но будет вот еще торг я отдам. Надо было даже, я уже даже думал, если вот этот вот, как он, ёкарный бабай. Думаю, если даже он мне говорил 330. Думаю, хрен с ним, я за 330 отдам. Я лучше влезу в долги, там, в кредиты. Еще возьму другую машину, но... А вы говорите, Курьер Экспресс. Какой Курьер Экспресс? Когда тут-то я не знаю, что куда. Там, посмотрите, по дворам. Туда, сюда, тут припарковая. Тут не так. А там, извините, еда. Там люди есть хотят. Там не успеешь привезти, они начинают... Я смотрю некоторых блогеров, они претензии определяют. Ой, а что это, кушать хочу? Или там, помню, у одного блогера была, значит, пришла смс-ка. Там пицца и, значит, комментарий. Обязательно, чтобы пицца была горячей. В прошлый раз пиццу мне привезли холодную. А откуда я знаю, горячая она или нет? Мне что, дали? Я положил второму сумку и привез. Все. Может, она уже там была выдана холодной? Я же не знаю. Поэтому там особые специфические клиенты. Там попробуй, не доставь. Съедят. Голодный человек, это же, сами понимаете, это хуже, даже не знаю. Так что, как-то так. Нафиг, 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 нафиг. Надо пройти. Хоть и говорят, что Ларгус тоже имеет проблему. Но я говорю, у меня его друг ездит на Ларгусе каждый день с утра до вечера. И в Москву на нем, и там еще куда-то. Такие дальние расстояния. Ездят же. А здесь я не решусь куда-то далеко поехать на этой машине. Реально. Потому что, ну, как бы, нет. Нафиг. Больше я с такими экземплярами связываться не буду. Нет, 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 нет. Даже вот сейчас мы смотрели старую машину продают. Опель рекорд. 90, по-моему, 8-го, что ли, года или 89-го. Я уж не помню. Ну, в очень хорошем состоянии. Пробег 200 тысяч. Ну, как бы, для Опели это ни о чем. И то, где брать запчасти, что нет. Нет, все, никаких. Вот таких вот нет. Только проверенную надежную машину. Вот как-то так. Ну, а что по заказам? По заказам я так понимаю, что нет и не будет. Вот сказали, что январь это такой месяц. Бедный. Как для водителей, так и для клиентов. Заказов нет. В общем. Нафиг. Надо все продавать. Потому что так это так не делаем. Вот как-то так ладно. Что, посидим, подождем, конечно. Ну, я думаю, сомневаюсь. Надо посмотреть, что будет в феврале. Синец, значит. Или просто тогда какую-нибудь, типа, Матиза. Именно чисто вот курьер под доставку. Нет, можно взять, пойти в аренду. Дают Largus. Ой, не Largus, а эти, Гранты дают. По 900 рублей в сутки. Ну, я не люблю чужую машину. Я не люблю. Своя машина, мне комфортнее на своей машине. Когда чужая, все равно как-то... Ты на своей ездишь, несешь ответственность. А на чужой? О, как на газели несется. Ой, 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 господи. Чуть не вредь. Ты что, дурак, что ли, или что? R-430 KN 198. Дурачок, что ли? Чуть в крыло мне не въехал, падла. И опять эти сидят. Вот. Поэтому нет. Я говорю, тут за свою ты несешь ответственность, а тут еще чужая, нет. Ну, конечно, люди ездят, но... Ладно, короче, посмотрим. Как-то так. У меня-то хоть целое все. Тут стояла вот эта жига соседская. Говорят, что... Мне сейчас сосед сказал, что ему кто-то ее разбил. Но он по-другому сказал? А, вон, смотрите. Валяются какие-то осколки здесь. Вон тут осколки какие-то валяются. Не, ну у меня так вроде... Ой, о, видите? Это фара какая-то. Видимо, его сюда приплюснуло, потому что она вот так стояла. Видимо, его тут и шиндарахнуло. Бляха, надо машину отсюда убирать. Ну, у меня вроде... У меня вроде так-то все целое. Но тут у меня расстояние было где-то вот так вот. У меня вроде все целое. Потому что, в принципе, вот так машину ставить, вот как эти машины ставить, нельзя. Потому что тут не проехать. А еще люди носятся. Не, ну у меня вроде, слава богу, все целое. У меня вроде, слава богу... Ну, бампер вот, мальца. Ну, бампер так и был у меня. Не, у меня все нормально, слава богу. Блин. Да, неприятно. Но здесь, потому что... Вон, его приплюснуло туда, прямо вот в эту железяку. Ну, потому что нельзя здесь машину парковать. Нельзя. Это не место. Раньше никто здесь не парковался. Раньше ставили машину, просто вот как моя машина стояла, вот так вот поперек. Вдоль, вернее. И все. А теперь они стали поперек ставить. Ну, и ушать до кого. Ну, может, кто-нибудь видел. Да, неприятно, конечно. А вон он, наверное, едет. Неприятно. Ну, а что сделаешь? Сам виноват. Так, ну что, я думаю, что это последнее. Когда я сюда еду. В общем, позавчера мне позвонила. Вчера, вернее, девушка позвонила. Сказала, что надо сегодня приехать, написать заявление. Опять через переход. Одно и то же. Давайте сейчас перебежим, потом продолжим. Вот. В принципе, в принципе, деньги я свои уже получил. По идее, я мог вообще забить болт и сюда не приезжать. Но им тоже, понимаете, им нужно, чтобы я написал это заявление, чтобы они эту колонку отправили. Она же не может у них висеть на балансе. Это понятно. Понятно, что это как бы в основном-то косяк DPD. Но как бы тоже не хочется девчонке создавать проблем. Но сегодня, я так понимаю, опять та девушка, которой все по барабану. О, смотрите, какой кот. С ошейником, ё-моё. Ты потерялся, что ли, киса? Серый такой, прикиньте. С ошейником. Потерялся, наверное. А может, просто гуляет, не знаю. Вот. И, короче, чтобы не создавать проблем, я приду и напишу это сейчас заявление, и чтобы они меня уже не трогали. И заодно взял с собой бумагу. И я этой бумагой покажу, что я отправлял здесь, а не на Белышево. Ну, как-то так. Какой велик, смотрите. Даже с кисточкой сзади. Актор. Выдали мне третий экземпляр. Там указано, что там нарушение, нарушение упаковки, повреждения. Но мне, как бы, по идее, это не надо. Я уже получил, как бы, деньги. Но сам факт того, что у нее документы уже лежали подготовлены. То есть, видите, как сразу? Стоило только чуть-чуть поскандалить и припугнуть там Роспотребом. Тут же сразу стали разбираться. Вот почему так? Почему сразу нельзя было это сделать? Нашлись все документы, все распечатанные. Все лежит. Короче, там указан я, как отправитель. Товарищ Горелким, фамилия у него такая. Значит, он получатель. Возврат, все. То есть, по факту, теперь она... Ну, а Миша не знает, что я уже деньги получил? То есть, по факту, она говорит, сейчас эта посылка отправляется в ДПД. А там уже с вами дальше будет разбираться ДПД. Я говорю, я уже это, я все знаю. К вам уже претензения. Все, спасибо. Как говорится, разошлись хорошие отношения. В принципе, больше меня не интересует, что будет с этой колонкой, куда ее денут. Скорее всего, ее утилизируют, потому что никто не будет ей заморачиваться. Ну, может, кто-то себе оставит. Я не знаю, как у них этот процесс происходит, но сам факт того, что деньги я получил, колонку они отправят. У них здесь тоже заморочек никаких не будет. А дальше уже, короче, ДПД пускай разбирается, потому что, ну, как бы... Ну, неоднократно, не устаю объяснять, что ДПД шарашкина контора. Не связывайтесь, не отправляйте через них ничего. Все. Ну, проблему мы решили. Как так. А насчет этого Вартана, я не знаю, вернут ему деньги или тоже будут разбираться. Они же должны... То есть, эта организация, она должна разобраться, кто повредил колонку. Может быть, он, когда в пункте выдачи ее получал, уронил. Или на... отправитель сам, вот эта доставка. Не знаю, как они будут ему возвращать. Меня это уже не волнует. Вот. Если он мне что-то напишет, ну, да, по поводу там, я скажу, разбирайся сам. Ты мне создал проблем, понимаешь? Хотя бы, ну, по-человечески чисто, ну, написал бы, да, сказал, слушай, извини, не подошла там. А он же мне ничего не написал. Если будет что-то зарыкаться, а я ему скажу. Скажу, дружочек, разбирайся сам. Как хочешь. Иди тоже в свою контору, куда ты оправлял. И да, кстати, я посмотрел акт, который они мне дали. Там про Белышева ничего не сказано. Откуда они это взяли? Я говорю, это очередной косяк ДПД. Поэтому это еще раз подтверждает, что ДПД это самая ужасная контора. И в следующий раз, если кто-то захочет что-то, чтобы я отправил ДПД, нет. Это во-первых. А во-вторых, я решил, что я буду отправлять только то доставкой, что не бьется и не ломается. А все вот эти вот вещи какие-то, бытовую телу, электронику, нет. Ни в коем случае. Вон у нас чувачок зарегался на газели. Я так подозреваю, что он стенку заднюю снял под грузовичков. Вот я все хочу, не знаю, как-нибудь увижу, спросите. Но у меня, видите, газели-то уже нет. Но просто как... Я не знаю, там выводят, у них безнал не выводят. Просто интересно. Вот. Ну, у меня машина пока все равно никто не берет. А на ней в грузовичков я не пойду, потому что надо склеиваться, не хочу. Пятна потом останутся. Это уже потом, если другую машину взять, попробовать ее, не брендировавши, туда и туда и туда подключить и посмотреть, есть ли вообще смысл, есть ли там заказы. Потому что у него машина постоянно у дома стоит. Не знаю, раз она постоянно стоит, значит, наверное, тоже заказы в нема. Ну, сейчас, видите, год январь, такой месяц креновый. Так что, вот, ладно, все, проблема решена. Добились справедливости, хоть мне и говорили, что у тебя ничего не получится. А мне все равно, кто что мне говорит. Я иду до конца. Любой результат должен быть полученный. Я его получу. Вот. Так что, как-то так. Ну, а вам я всем желаю, чтобы ни у кого таких ситуаций не происходило. Духом порос. Интересно, чья такая машина. Наша приличная была. Ее тысяч за 50 можно было. Да ее даже в таком виде можно тысяч за 30 попробовать продать. Странно, почему такие машины брошены. Сейчас иду там возле магазина. Дорожка такая. Иду, значит, две бабулечки, две женщины. Не важно. Короче, две женщины. Сзади них едет джип. Потом только я увидел, что там девушка. С ребенком причем. Она им вся рассигналилась. Мол, типа, свалите, а там же скользко. И сигналит, и сигналит. Я говорю, ну, что ты сигналишь? Я говорю, здесь имеют право ходить как люди, так и ездить машины. Я говорю, а если не дай бог, контракте хватит. Я никогда не... Вот даже иду по этой дороге, да, допустим. Вот впереди человек идет, пожилой. Я никогда не буду сигналить. Потому что, не дай бог, вдруг он испугается или еще что-то. Единственное, у меня был случай, я говорю, я вот так вот еду, впереди девочка идет, ей лили, она в наушниках. Я уже и так, и сяк, и газу, и газу, и газу, и нифига. Думаю, сейчас я ее немножечко так это, знаете. Но правда, она в последний момент обернулась, увидела, что я еду. Я говорю, девочка, я говорю, я в следующий раз тебя на капот легонечко посажу. Я говорю, ты понимаешь, что тебя могут таким образом сбить? Я говорю, наушники свои сними. Она такой смотрит на меня, ошарашенный. Она, по-моему, ничего не поняла. Но все равно, вон тракторов закупили, а они так и стоят. Вот, видите, вот дорога, да, вот едут и машины, и люди ходят. Имеют право оба. Но вот так вот нагло себя по-хамски вести, нет. Увидите, у школы там, как светится-то красиво. За наездочки. На то же самое место. Сейчас пойду посмотрю, где его там расхреначило. Засандалили ему в крыло, в дверь. Как могли ему в дверь засандалить? В общем, короче, у него правое крыло и дверь мятая, и морда. Почему дверь мятая, я не знаю, как так получилось. Но это точно здесь, потому что там валяются осколки от фар, от передних. И он все равно поставил на это же самое место, только к другой стороне. Ничему судьба людей не учит. Ну ладно, у меня, слава богу, все в порядке. Ну что, сейчас мы... Блин, пройдите фотоконтроль. Ведь недавно же проходил фотоконтроль. Ё-моё. Сейчас надо опять фотоконтроль проходить. Так, ну что, ребята, там у меня, кстати, стоит напротив, за домом, машина. Красненький джипик, сидит директор нашей школы. Рядом с ним женщина, охапкаете гвоздик. Сегодня же день снятия блокады Ленинграда. Видимо, что-то ждут с сигареткой. Думаю, что-то машинка бедненькая. До этого машина покруче была. Но по сравнению с директором той школы, у того, что у него, что у дочери, такие джипяры, что мама не горюет. Так, ну что, надо фотоконтроль сейчас будет пройти. Ну что я вам хочу сказать, ребята? Что я вам хочу сказать? Теперь я точно знаю, кто у нас открывает окна в подъезде. Как я и предполагал, это наш сосед снизу. Я сейчас выхожу из квартиры, а он идет сверху вниз. И так меня увидел, так стряпнулся. Я говорю, здрасте. Я говорю, а что это вы? Я говорю, сверху вниз идете. А он так, гуляю. Вот это он и открывает, потому что он все время ругался, что курит, и ему все, в квартиру идет. Вот это он и открывает. Господи, ну открой ты у себя на том этаже, на котором ты живешь. Зачем везде это открывать? от того, что ты везде откроешься, что от этого что-то поменяется? Он открывает, а мне в квартиру дует. Ему дымом пахнет, а мне холодный воздух в квартиру дует. Очень пипец. Главное, что сейчас надо? Фотоконтроль пройти. Блин, только фотоконтроль и проходим. Что-то на холодную, оборотов вообще никаких. Но это либо из-за глушака, либо датчик ДХХ. Что, я не могу пройти фотоконтроль? Глючит приложение. Сейчас нам телефон перезапустить. Нажимаешь на этот. Пройти фотоконтроль, а он тупит. Вот я говорю, приложение обновилось, теперь, блин, зараза, нормально, толком ничего, все глючит. Ну-ка, сейчас еще раз попробуем. Блин, как задолбало. Так, сейчас. Сейчас посмотрим по новой. Можем мы, не можем. Но многие пишут, что скидывают версию до АПК 10.24, и у них, типа, все работает. Я говорю, ну, работает-то оно, работает. Но сам прикол в том, что на него заказы не приходят. Вот в чем суть-то. Так, ну что, по новой заходим. О, еще интернета сейчас нет. Ай, как сегодня появился. Так, вот, включите хотя бы один тариф. Ну, можем пройти? Ня! Ну, что за прикол? Я что делать? Вот оно тут. Я ничего не могу сделать. Вот, пройдите в грузовой фотоконтроль. Я нажимаю, ничего не происходит. Твою в богу душу мать! Что делать-то? Ладно, сейчас буду разбираться. Саму вкладку фотоконтроль я смог пройти, ну, сделать фотографии. И самое, что интересное, меня сразу же включили. То есть, вы успешно устранили все проблемы, но фотоконтроль, еще значок проверяется. Вот, ладно, посмотрим, что будет. сегодня попытаюсь куда-нибудь, наверное, уехать. Уехать куда-нибудь в другое место, потому что, ну, не знаю, в другой район вряд ли, но, может быть, где-нибудь здесь покататься, посмотреть, может быть, я попробую, потому что здесь вряд ли что-то приходит. Ну, вообще, я смотрю всех, вот, доставщиков, блогеров, всех, всех, говорят, что заказывают глухо. Но, по крайней мере, вот, в Москве заказов больше. Я смотрю, есть такой чувак, у него, по-моему, грузоватор его зовут, канал, вернее, называется, у него Largus, он его позавчера обклеил за 2000 рублей, якобы, он думает, что ему это к приоритету что-то даст, к приоритету, но ничего не даст, к распределям, вернее, заказов. Ему будут просто небольшие доплаты, если не хватит до стоимости. Вот, ну, ну, извините, вчера, по-моему, я смотрел, он за день сделал 4 аж заказа, то есть, в Москве даже можно 4 заказа сделать, но не забывайте, что Москва в 2 раза больше, поэтому там и заказов больше. И в Москве есть достовиста, которая работает, а у нас в Питере, по крайней мере, достовисты, как такова она есть, но заказов по достовисте нет от слова совсем. Выскакивает пару заказов, ну, там по 100, по 200 рублей, но это вообще нереально, причем для пешекурьера, ну, кто будет пешим курьером за 100 рублей, там, ну, там, грубо говоря, 250 рублей, а отсюда, например, в центр, ну, кто поедет, да ты на дорогу больше истратишь, это не вариант. Ладно, что, сидим, ждем, посмотрим, если что, потом куда-нибудь въедут. Приехал сейчас этот товарищ, которому вчера въехали, оказывается, у него не крыло, я думаю, как ему могли умудриться в крыло-то въехать, а у него зад разбит, зад разбит, ну, тогда понятно, в зад ему въехали, и он, видимо, мордой шандарахнул туда вперед, и вот все равно, смотрите, он опять ведь сюда едет, и вот опять будет мордой туда парковаться, ну, вот ничему человека не учит вообще жизнь. Сейчас он сзади опять запаркуется. Ну да, что я и говорю. Ничему судьба человека не учит. Ой, а ему зад-то хорошо снесли, ехай ты, у него прям там аж краска вспучила. Я-то не видел вчера, он же вчера мордой стоял. Оказывается, он как ему шандарахнул-то. О-о-о, ну да. И все равно он тут паркуется. Пипец. А, вон он фотографирует повреждения, наверное, страховая будет ему. Ну, страховая, если у него машина застрахована, то, по идее, ему должны выплатить. Хотя, не знаю, мне говорили, что если виновник не найден, если виновник не найден, то, вот у меня, когда машину мою здесь расхерачили, жигуленка моего, мне сказали, что приезжал этот аварийный комиссар, и он сказал, что если ты не найдешь виновника, то ты ничего не получишь. Но это тогда было, сейчас не знаю. И плюс, не знаю, что ему скажут гаишники, вызывал он, не вызывал, но он в таком месте стоит, что гаишники ему могут вообще сказать, что ты сам виноват, что ты здесь припарковался. Я не знаю, можно ли так здесь спарковаться, нельзя, но сам факт того, что да, расхерачили ему нехило, я бы так сказал. Так что, как-то так, ну, может, что-нибудь и получит, какую-нибудь компенсацию. Хотя бы, тысяч двадцать ему дадут, и можно ничего не делать, можно на ней и так есть. Она все равно по кругу коцанная, поэтому тут как бы даже бесполезно, просто главное компенсацию получить и все. Сказать, объявился наш друг Ситный, шаурмист из Москвы. В общем, ничего у него в Москве не получилось ни с этим бизнесом, никакого помещения он там не нашел. И он возвращается обратно в Питер, вернее, уже вернулся. Ну, естественно, обратно он тоже поехал на Жигулях, на моих, ну, уже не моих, но все равно. И у него по дороге снова машина отрыгнула. Что-то с карбюратором, и он говорит, я в этих карбюраторах не разбираюсь, у меня был только девяточный карбюратор. Так, а что есть? Ну, если ты разбираешься в девяточном карбюраторе, ты и разберешься и в этом карбюраторе. Ну, там, скорее всего, на анчетном утиле, он говорит, что у нее стал повышенный расход топлива, машина не едет, чих-пых, он ее заправил в полный бак, она стала жрать 12 литров на сотку, прикиньте, это до хрена. И он говорит, я решил дать больше газу, в общем, дурдом. Там, скорее всего, либо плохо настроено зажигание, вот, либо у меня были проблемы со старым карбюратором, тоже были прострелы, повышенный расход топлива, а все оказалось очень просто. Я посмотрел, я ездил к всяким дедушкам, там, что только я не делал, и папа, что только не делал. Посмотрел я, короче, канал Наиль Порошин, ну, вот, и он сказал, мужики, чистите жиклеры. Я достал жиклер, я его вычистил, прям иголкой оттуда, стружка аж вылезла. Вставил, вкрутил жиклер обратно, машина просто, как песня стала ехать. Все, вся проблема решилась. Я до этого тоже мучился, не знал, что делать. Холостых оборотов никаких, приходилось все время подгазовывать. Она не ехала, на холодную троила, я уже там свечи, не свечи, провода, не провода. Оказалось, что это жиклер. Скорее всего, здесь то же самое. Но человек, видите, ну это уже не моя машина, мне теперь абсолютно по барабану, что там. Но сам факт, но зато он написал, что он ехал с кайфом, он выложил фотку, у него на приборной панели вот здесь лежит колонка. У меня там была магнитола. А можно же сделать магнитолу, если заморочиться? Вернее, там провода все были, я не знаю, зачем этот выбирался. Но видимо, а может у нее не было магнитола, я не знаю. Ну короче говоря, этот там теперь вместо магнитола у него колонка. И вот он едет и кайфует. Сказал, что приедет в Питер и будет искать мастеров, потому что таких мастеров не найти. Я думаю, копейку в любом гараже он приедет каким-нибудь и там тебе починит. Вот. Так что будет развивать свой бизнес здесь, дома на родине, в Питере. Может быть, кстати, как-нибудь узнаю, где у него есть кафешка, зайду в шаверму его поесть. Говорят, что очень обалденные шавермы. Как-нибудь попробуем. Сейчас вам покажу. Вон, видите, ему зад въехали, в бочину. Ну, там, в принципе, машина не пострадала, как таковая. Она все равно со всех сторон коцнутая. Она со всех сторон все равно коцнутая, но сам факт того, что обидно все равно, какая бы машина ни была и компенсацию, конечно, получить хочется. Заказов нет от слова совсем. Так летают здесь вот по дворам. Я не понимаю, просто ужас. Поэтому врезаются везде. Заказов нет от слова совсем. То есть, Яша предательски молчит. Даже дальников ничего нет. Такое впечатление, что все вымерли. И машин по грузовому тарифу на карте очень мало. Раньше их там было штук 6, там 8. А сейчас от силы 3, ну, где-то около 3, вот так. 3-4, вот так. Ничего не приходит. И я так понимаю, что и не будет приходить, потому что, ну, говорят, что январь такой месяц. Да и февраль вроде кто. Короче, кто что говорит. Поэтому, не знаю даже, сейчас надо что-то думать. Машина, машину как бы, ну, люди добавляют в избранное, сейчас стало чуть больше, но все равно. В избранное-то они добавляют, а толку-то. Пару-тройку человек позвонит и все. Обещают приехать посмотреть, и никто не приходит. Машину в любом случае надо продавать, потому что, нет смысла. Вот. Через сколько там дней у меня по новой объявлению пойдет. Будем надеяться, что может быть все-таки кого-то заинтересует это. Все. Вот. А сейчас надо, короче, пока что-то такую, какую-то подработку искать. Я даже не знаю. Потому что, ну, вот это не дело. Это, ну, я вот, сколько я уже там, который день? Пятый, наверное, я, да, вот. Я выхожу, и вообще ничего. То есть, раньше хотя бы какие-то дальники давала, но я в январе не стоял, потому что в прошлом году я машину купил, по-моему, где-то в февраконце. Вот у меня, кстати, пришло сообщение на Хавита, ой, не на Хавита, а на Автору, что, типа, у вас скоро заканчивается срок страховки. И вот я теперь в полном недоумении, а нужна ли мне страховка? Так как машина у меня стоит на продаже, и как бы, ну, не получится так, что я сейчас делаю страховку, а завтра придет человек, ее купит, потом как бы возвратный хрен получишь. Вот. Делать страховку на полгода тоже такое себе, как бы, ну, смысл от этого, не выиграешь ничего. И поэтому я не знаю даже, как поступить-то. У меня на Шкоде вообще страховки нет. Но я не вижу смысла на Шкоде делать страховку, потому что я выезжаю на ней, дай боже, два раза в год. Ну, вот в том году чуть побольше было. Там я несколько раз ездил на дачу. В принципе-то и все. Зачем она мне нужна? Лишние деньги платить кому-то? Ну, как бы, такое себе. А у некоторых, извините, страховки по 10, там, по 15 тысяч. Ну, поэтому здесь, как бы, я тоже не знаю. Но мне пока, надо точно посмотреть, когда у меня заканчивается срок страховки. По-моему, где-то в конце февраля. То есть, еще как бы месяц есть. Вот. Посмотрим. Но, с этой системой, с этой системой, я понимаю, что все. Вот. Приложение у меня обновленное. То есть, как бы, ну, может кто-то подумает, что я старое приложение скачал. И, и поэтому мне приходят заказы. Нет приложения обновленное, все. Ну, вот видите. Заказов нет, от слова совсем. Народ обнищал. Ну, честно говоря, я думал, что хоть что-то есть. Нет, понятно, что можно, в принципе, сейчас там, куда-то рвануть, там, на обводный канал, например, куда-нибудь. Но тоже не факт. Ты приедешь туда, там ничего нет, ты приедешь обратно и стратишь весь бензин. Вы не забывайте, что если бы машина не хавала бы бензин, да, или там, хотя бы мало хавала, тогда да. А кататься просто так тупо, искатывая топливо, тоже такое себе. Ой, че, надо сейчас. Ладно, сейчас буду что-то думать. Я уже замерз, тут в этой машине сидеть. Надоело, честное слово, мне уже это все. Идти, я говорю, брать машину в аренду под курьера тоже нет смысла, потому что курьерских сейчас тоже мало. Но там хоть что-то есть, но мало. Если бы своя какая-то машина была, другой вопрос. А так, вот, под такси, такси как бы, ну, тоже такое себе, не знаю я. Вот, если бы не было бы в такси рейтингов вот этих вот, то можно было бы. А там вот эти вот таксисты, они же так и живут от утра к утру. Они каждое утро судорожно заходят, смотрят свои рейтинги. Никто ли с пассажиров ему там не поставил единицу вот это. Нафиг мне это надо, и не хочу этим даже заморачиваться. Вот. Так что, вот как-то так. Ладно, чё? Январь вот такой вот. Никакущий. В начале января ещё на праздниках что-то было, а как начались будни, так... Ну, причём, это многие говорят, это не один замечательный. Я-то думал, я-то думал, малый, может, что-то с приложением. Нет. Нет. Это вот говорят люди, что январь вот такой вот месяц. Вот как-то так, ребят. Совсем сказать, у меня племяшка через два дня улетает в Калининград. У её подружки день рождения и она решила поехать на свой день рождения в Калининград. Оплатила, то есть их ели трое, она и две её подружки, у которой день рождения и ещё одна с дома напротив. И вот эта девочка, у неё богатые родители. Ну вот, живут они в центре города, они снимают квартиру, то есть там папа какой-то у неё. И в общем, она покупает, купила, вернее, всем билеты, всем билеты купила и, соответственно, трёхдневное проживание тоже она всё платила. Вот сегодня они поедут, ей пойдут подарок покупать какой-то там и вот едут в Калининград. Я говорю, ты хотя бы поснимай там что-нибудь, я говорю, хоть какие-нибудь фотографии сделай, чтобы хоть посмотреть. Я говорю, да магнит привези. Там говорят про то, что в Калининграде влажность очень большая. Я говорю, ну возьмёшь с собой тёплые вещи, мы посмотрели. Ну там погода примерно как у нас, такая же там. Минус один, минус два, дождь там. Что-то у нас какие-то всё... Вот это вот какая-то вот женщина вот приехала. Даже не женщина, это непонятного возраста. Девочка, тули девочка, молоденькая совсем, с собачонкой. На таком крутом внедорожнике. Интересно, кто это у нас такие с собаками. Всё к нам какие-то, к нам какие-то всё ходит, 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 ходит. Кто такие? Я таких вообще не знаю. Сам прикол в том, что я даже 190, какую-то она квартиру набрала. Ничего себе, не знаю, к кому короче это. В общем, вот как-то так. Я говорю, ну съездишь, слетаешь, посмотришь. Единственное, что если ехать на поезде через, ну если ехать на поезде в Калининград, то нужна виза. Потому что вроде как ты через Польшу проезжаешь. А на самолёте виза не нужна. Поэтому они полетели на самолёте, там билеты что-то от двух тысяч, по-моему, стоят. Так что, как-то так, ребята. Думаю, что вокруг меня? Какой-то мужик ходит, ходит, что-то на землю всё смотрит, смотрит. Потом достал, короче, мобильный телефон и пошёл, опять кладоискатель. Кладоискатель. Видимо, кто-то закладку сделал. Слушайте, как задолбали, а? Я не понимаю, почему полиция-то на это не реагирует? И самое интересное, что ты вот напишешь да, они скажут, а где подтверждение? Как ты докажешь? То, что человек ходит с мобильным телефоном и что-то ищет в земле, это не доказательство. Получается, по логике. Но по его лицу-то видно, что у тырок. Самый настоящий. Пипец, блин. Он ходит, ходит, ходит. Опять сюда пошёл. Сейчас, я не знаю, получится. О, так вот, немножко покажу. Охренеть, вообще, я просто в шоке. Видимо, не нашёл ничего или нашёл. Не, ну, судя по тому, что он на землю это смотрел. Они, видите, на карте точку дают. Они дают точку, где они скидывают, а те приходят и забирают. Раньше они в подъездах оставляли, а теперь в подъезд так особо не попадёшь, так они на улице это делают. А у нас там вечно какие-то ящички, коробочки, ещё что-то. Ну и, видимо, короче говоря, вот как-то так. О, нихрена себе, а у него ещё и тачка. Кто-то за ним приехал на тачке. Офига себе, на сестре не кто-то приехал. Ну, утырок, утырок, видно сразу. Опа! Первый заказ, но в деревне Новая Девяткино. Охренеть! Первый заказ, но я в Девяткино не поеду, конечно, сейчас. Нафиг это надо? Охренеть! Прикиньте, за всё это время один заказ всё-таки прилетел. Я уже думал, вообще ничего прилетать не будет. Но это вот, теперь я точно... О, там сидит такой обрекш, мама не горюй. Ну, в общем, это говорит о том, что заказов, ну, они как бы есть, но их мало. Ладно, что сидим, может, что-нибудь ещё дадут. Это уже хорошо, это уже радует.